Продолжение следует... Согласно данным сцентографии, либо, соответственно, данным с компьютерной томографией по критериям рецесс появления очагов в михотканах. На сегодняшний день, конечно, возможные последовательности при метастатическом ракопредстательной железы, они выглядят следующим образом. Вы видите, что для лечения метастатических гормонов чувствительного рака предстательной железы в основном следует использовать комбинации. Это андрогендепривационная терапия с доцитокселом, о чем говорил Марк Игоревич, и андрогендепривационная терапия с новыми гормональными препаратами, о чем говорила Мария Игоревна. Но по факту в нашей стране все-таки в большей степени до сих пор используется андрогендепривационная терапия в монорежиме. И уже в последующем идет выбор при лечении кастрационной стентра ракопредстательной железы в пользу новых гормональных препаратов, либо препарата доцитоксел, либо радия. Это, в общем-то, подтверждает, вот этот слайд подтверждает эти данные. В сентябре 2021 года, обратите внимание, 70% пациентов энзолутамид назначался на стадии кастрационной резистентности ракопредстательной железы. Но, собственно говоря, в этом году ситуация поменялась незначимо. Практически 60% больных энзолутамид начинают получать именно на стадии кастрационной резистентности. Ну и, в общем-то, конечно, это исследование КОУ-302, которое изучало назначение биратурона в комбинации с пренезолоном против плацебо у больных, соответственно, с бессимптомным прогрессирующим кастрационной резистентом ракопредстательной железы. Ну и, в общем-то, по результатам этого рандомизированного исследования третьей фазы было подтверждено преимущественно комбинация биратурона с пренезолоном у больных кастрационной резистентным раком. Но, в то же время, мы все прекрасно знаем, что есть побочные эффекты у биратурона. В основном они обусловлены, собственно говоря, и влиянием на надпочечники, ну и комбинацией с пренезолоном, в общем-то, что может сопровождаться артериальной гипертензией, может сопровождаться гипокалиемией, задержкой жидкости. И мы должны при назначении этой комбинации должны наблюдать за всеми этими параметрами. В то же время у нас есть данные исследования Привейл, которые продемонстрировали, что энзолутамид у больных кастрационно-резистентным раком предстательной железы, вот это исследование, достоверно увеличивает общую выживаемость по сравнению с плацебо в первой линии терапии. Ну и, собственно говоря, также он снижает, было докажено, что снижает риск и радиологического прогрессирования, и смертельного исхода практически на 70%. В общем-то, также можно сказать о том, что если раньше мы, когда у нас только появились эти препараты, сомневались, что у больных с высокоагрессивной опухолью, особенно с фицеральными метастазами, эта комбинация будет работать, мы видим, что частота объективных ответов при назначении инзолутамида достигает практически 60%. Ну и в отличие от комбинации абературона с прензолоном, инзолутамид переносится гораздо легче, и, в общем-то, вы видите, что процент третьей-четвёртой степени токсичности на комбинации андроген-депрессионной терапии с инзолутамидом, собственно говоря, не превышает 3%. А в целом, как бы это, как правило, 1-2%. Ну и также вернёмся к тому, что инзолутамид может снизить риск начала химиотерапии более чем на 60%. С учётом того, что инзолутамид хорошо переносится у пациентов к инстрационно-резистентным раком предстательной железы, поэтому, помимо того, что мы позволяем этим пациентам увеличить общую выживаемость в итоге, мы ещё и позволяем сохранить достаточно высокое качество жизни у этих больных, используя этот препарат. Ну и, собственно, выбор терапии первой линии при метастатическом страционно-резистентном раке предстательной железы, как у нас между гормональной терапией, либо и доцитокселом. Ну, в общем-то, конечно, когда мы при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы уже использовали опцию доцитоксела, то явны эти пациенты кандидаты для назначения новых гормональных препаратов. Помимо этого, мы говорим о том, что метастазы в кости, и тем более висцеральные метастазы, не являются противоказанием к назначению, в частности, новых антиандрогенов. Ну и те пациенты, которые при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы назначался, соответственно, либо энзолутамид, либо апоутамид, то, конечно, их мы рассматриваем в случае развития к страционной резистентности уже как вариант для доцитоксела. Ну и, конечно, выраженный болевой синдром, метастазы в кости, висцеральные метастазы – это всё тоже факторы, которые способствуют в то же время рассматривать доцитоксел как первую линию лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Что касается выбора второй линии терапии при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы, здесь у нас уже достаточно много опций для лечения. Это и препарат Кабазитоксел, и абиратурон, который уже зарегистрирован, и, собственно говоря, о том мы уже говорили, энзолутамид, тот же радий, ну и, собственно говоря, это препарат Алапариб, который является на сегодняшний день единственным таргетным препаратом, который зарегистрирован для кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Абиратурон продемонстрировал свою эффективность во второй линии в исследовании КОУ-301, соответственно, и вы видите, что он достоверно увеличивал общую выживаемость по сравнению с плацебо. В исследовании ФЕРМ, которое изучало эффективность энзолутамида, соответственно, после одного или двух курсов химиотерапии было достоверно подтверждено также эффективность энзолутамида во второй линии лечениями статического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, также по сравнению с плацебо. Ну и, в общем-то, мы помним, что у нас есть, как я уже сказал, таргетная терапия уже во второй линии лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы, хотя препарат может назначаться и в первой линии, но об этом более подробно уже, наверное, в второй половине нашего заседания расскажет Борис Яковлевич, когда расскажет про парку ингибитора, в частности, про Алапариб. Но помним, что этот препарат назначается как раз в том случае, когда уже были использования антиандрогены нового поколения для лечения больных метастатическим раком предстательной железы. В то же время для больных с метастазами в кости без висцеральных метастазов либо с минимальным изменением в лимфоузлах можно использовать такой препарат, как РАДИ-223, который тоже можно рассматривать как в первой, так и во второй линии лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Поэтому, конечно, ориентируясь на выбор того или иного препарата для лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы, мы должны оценивать ситуацию со стороны пациента, сопутствующие патологии, его клинических проявлений заболевания и в то же время нежелательных явлений, которые могут быть спровоцированы тем или иным препаратом. Ну и мы также должны помнить, что у нас есть исследование карт, которое продемонстрировало, что Кабазитоксел при его назначении, соответственно, в третьей уже линии после последовательного назначения ДОСитоксела, либо ДОСитоксел плюс новая антиандрогена, либо Бертерон, либо наоборот, он продемонстрировал свою эффективность и показал положительное влияние в отношении общей выживаемости у больных кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Позвольте не останавливаться на выводах, они все перед вами, с удовольствием стараюсь ответить на ваш вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ